С вами канал Учебник Вслух. География 7 класс. Тема урока Европа. Путешествия. Часть 2. От Стокгольма до Севастополя. От Стокгольма мы летим над Балтийским морем на юг. Вскоре появляются песчаные косы, дюны, местами невысокие уступы польского низменного берега. Подлетая к Даньскому заливу, мы видим, как на восток уходит длинная до 60 километров Балтийская коса. Примерно посредине ее проходит граница Польши и России. Сначала появляются верфи, причалы и склады порта, а затем стрельчатые башни и черепичные крыши тысячелетнего Гданьска. Гданьск стоит в устье Вислы, самой большой реки Польши. По мере удаления от побережья Балтийского моря территория будет повышаться, а ландшафт меняться. Мы будем пролетать над многочисленными речками и озерами, холмами, лесами, полями. В среднем течении Вислы рельеф сглаживается. Мы видим поля, в основном картофельные, сады, овощеводческие хозяйства и малые города. Этот край давно освоен. Здесь, в центре страны, на берегу Вислы, стоит Варшава, столица Польши. Во время Второй мировой войны город был практически до основания разрушен, а потом воссоздан. От Варшавы мы повернем к востоку. Ближе к границе с Белоруссией сельский пейзаж сменяется зеленым лесным морем. Под нами природный национальный парк Беловежская пуща. Среди сосновых, грабово-дубовых, ольховых лесов водится много животных – лоси, олени, косули, зайцы и другие. Главный объект охраны – зубр. Под крылом самолета – извилины пограничные реки Буг. И дальше мы полетим к востоку, вдоль границы Украины и Белоруссии. Почти до берегов Днепра под нами будет расстилаться Полесье – ровная, лесистая, частично заболоченная местность. Но нам попадутся и луга, и поля, и крупные села. По Полесью протекает широко разливающаяся весной река Припять. Здесь, на территории Украины, находится город Чернобыль. Авария на атомной электростанции Чернобыля в 1986 году повлекла за собой экологическую катастрофу и принесла горе во многие семьи. Днепр – третья по величине после Волги и Дуная река Европы. На берегах Днепра стоит Киев – столица Древней Руси и нынешней Украины. В Киеве сохранились старинный Софийский собор и Киево-Печорская лавра – один из самых знаменитых православных монастырей. Днепр в районе Киева – уже широкая и могучая река. Вплоть до своего впадения в Днепровский лиман Черного моря он будет протекать по самым плодородным землям. В советское время, как и на Волге, здесь был построен каскад ГЭС и водохранилищ. От Запорожья мы полетим на юг, над сухими степями, Перекопским перешейком и Севашем – гнилым морем, отделяющим полуостров Крым. В Крыму, теперь относящемся к России, на берегу Черного моря стоит город русской славы – Севастополь. В Севастополе базируется Российский Черноморский флот. У самого берега, прямо из пены прибоя, поднимается памятник затопленным кораблям. Летим над долиной Дуная. От Севастополя мы повернем к западу и полетим над акваторией Черного моря в Румынию, к тому месту побережья, где в море впадает река Дунай. Устье Дуная образует обширную дельту, площадью 3500 квадратных километров, с множеством рукавов, островков, зарослей камыша, тростника, ивника и богатым животным миром. В нижнем течении Дунай спокоен и полноводен. Наш путь лежит над широкой пойменной долиной с заливными лугами, обширными полями зерновых и овощей на плодороднейших черноземных почвах, большими селами, утопающими в зелени садов. Вдалеке на севере, справа по нашему маршруту, видны Карпаты Румынии, а на юге, слева, хребет Старопланина, часть Балканских гор на территории Болгарии. Нам предстоит лететь над Дунаем вдоль границы Болгарии и Румынии, пока река не повернет к северо-западу. Вскоре долина сузится, и река окажется в ущелье Железные ворота, где построен крупный гидроузел, а для судов – обводной канал. Еще не один раз Дунай будет пересекать отдельные гряды и хребты и вырываться из теснин на плодородные равнины. Житницы для своих стран. На высоком холме у слияния Дуная с Савой мы увидим столицу Сербии – Белград, а выше по течению появится Будапешт – столица Венгрии. Он расположился на обоих берегах Дуная, соединенных знаменитыми красавцами мостами. На высоком правом берегу – старинная часть города Будда с белеющим издали рыбацким бастионом. На низком левом берегу – необыкновенно красивое здание парламента. За Будапештом Дунай делает широкую излучину, поворачивает на запад и течет по границе с Словакией. Столицу страны – Братиславу – мы узнаем по массивному квадратному замку на высоком холме – Граду. От Братиславы совсем недалеко до столицы Австрии – Вены. Это один из красивейших городов Европы с дворцовыми ансамблями, парками и зданием знаменитой Венской оперы. Вена издавна торговый, культурный, политический, финансовый центр, потому что находится на перекрестке практически всех европейских путей. Здесь и сейчас много представительств международных организаций. К окраине города подходит один из отрогов Альп – Венский лес. Теперь мы находимся на том отрезке нашего путешествия, когда с одной стороны видны Альпы, с другой – не слишком высокие массивы чешского леса, баварского леса, покрытые внизу садами и виноградниками, а выше – буковыми и хвойными лесами. И в окрестностях австрийского города Линц и в лежащей выше по течению германской земле Бавария нам все чаще будут попадаться плантации хмеля, на основе которого варят пиво. В Австрии и Германии мы увидим много маленьких городков, отличительная особенность которых – море ярких цветов, чаще всего герани, в ящиках и горшках, украшающих дома. От города Ульм до своих истоков в массиве Шварцвальд Дунай становится типично горной рекой. Судоходства здесь уже нет. От Германии до Сицилии Мы повернем к югу и полетим над Альпами, из Германии в Италию, над территорией Швейцарии. Здесь много популярных горных курортов. Мы полюбуемся заснеженными горными пиками, серебристыми речками на дне ущелий, ослепительно-синими озерами и зелеными альпийскими лугами. Мощные горные ледники избраздили скальные породы глубокими царапинами, выпахали корытообразные долины, сделали острыми гребни хребтов. Такой тип рельефа называется альпийским. Из-под альпийских ледников вытекает множество рек. Самые крупные из них – Рейн и Рона. Мы пересечем верховья Рейна, протекающего через Буданское озеро, к востоку от нашего маршрута. Еще южнее пролетим над долиной Роны, которая протекает через Женевское озеро. Само озеро лежит на высоте 372 метра, а менее чем в 100 километрах от него на 4807 метров поднимается высочайшая вершина Альп из зарубежной Европы Монблан. Горные пики над озерами покрыты льдами, а внизу растут теплолюбивые магнолии. В Альпах много удобных перевалов, через которые проложены дороги и пробиты туннели. Мы можем пролететь в Италию над перевалом Большой Сен-Бернар или Сен-Плон или Сен-Готард. Именно его преодолевала армия Суворова в 1799 году. Юго-восточные склоны Альп круто оборвутся к Паданской равнине, по которой протекает река По. Над Апеннинским полуостровом мы полетим вдоль побережья Теренского моря. К северо-востоку от нашего маршрута через весь полуостров тянутся горы Апеннины. Мы увидим устье реки Тибр, на котором стоит вечный город и мировая сокровищница Рим. В Риме сохранились античные памятники Форум и Колизей и дворцы эпохи Возрождения. Здесь расположено мини-государство Ватикан, где находится Сикстинская капелла, расписанная Микеланджело, и резиденция Папы Римского. До Неаполя по побережью тянется полоса морских курортов. Вблизи Неаполя находится вулкан Везувий, древние Помпеи, остров Капри. Пролетев чуть более 500 километров, мы достигнем Мессинского пролива, отделяющего от материка Сицилию, остров апельсиновых садов и олив. На Сицилии находится действующий вулкан Этна. От Мессины до Стамбула. Последний отрезок нашего путешествия по Европе будет пролегать над южной частью Балканского полуострова, над Грецией. Мы пролетим над зелено-голубыми водами Ионического моря и вскоре увидим берег полуострова Пелопонез. На плодородной приморской равнине среди апельсиновых и лимонных садов, оливковых рощ и виноградников расположились небольшие курортные городки. Недалеко от побережья находится древняя Олимпия, где каждые 4 года от солнечных лучей зажигают олимпийский огонь, чтобы доставить его к месту очередных состязаний. Чем дальше вглубь полуострова, тем меньше ярких красок, тем больше зарослей колючих кустарников, шебляка. Внутренняя часть полуострова гориста и засушлива. Здесь сохранились руины древнегреческих городов Спарты, Микен, Каринфа. Узкий перешеек соединяет Пелопонез с основной частью Балканского полуострова и его исторической областью Аттикой. Где находится столица Афины и крупный порт Пирей. Взяв курс из Афин на Стамбул и пролив Босфор, мы полетим на северо-восток. Вдалеке слева по курсу останется Олимп, гора и мифологическое обиталище богов. Справа россыпь сотен островов Эгейского моря.